Когда сам Гурон добрался до закрытых земель, тут уже обосновался целый палаточный городок и знанятых им людей. Ждали только его, чтобы приступить к разграблению древних тайников. Частица пожирателя жизни чувствовала скорое пробуждение своего хозяина, но точное время определить не могла, поэтому Гурону надо было чем-то занять такое количество народу. Пару раз уже вспыхивали серьезные ссоры, а одна даже переросла в поножовщину с двумя трупами. Еще тридцать циклов назад, когда Гурон подцепил паразита возле купола, скрывающего гробницу отона Макра, и обогатился в этом лесу за счет древних сокровищ, которые он находил, определяя на расстоянии наличие в них камней силы, Один тайник на всякий случай он оставил нетронутым. И вот этот случай настал. Людей надо было замотивировать и доказать им свою компетентность, чтобы те, как муравьи, не разбежались через несколько дней. Гурон указал очень примерное место расположения тайника, чтобы занять людей делом, и когда через пять дней они все же наткнулись на древний схрон, то его авторитет взлетел до небес, так как половину сокровищ он раздал, поощрив самых активных. С этого момента каждый уверовал, что вернется домой богачом. Лишь Гурон знал, что все до единого, кто прибыл в этот лес, послужат пищей для пробудившегося пожирателя, и вернуться домой не суждено никому. Душа Гурона никуда не делась, и также занимала определенное место в сознании. Настоящий он очень устал от жалкого существования, и, забившись в закоулки разума, надеялся, что восставший Атона Макр его уничтожит, за то, что он вместе с его частичкой не смог привести нужное количество разумных к эфирной сфере, внутри которой находился склеп бессмертного. Именно в этом и состояла задача Гурона, и он не справился. Конечно, им руководила частица пожирателя, но самому Атона Макру было на это плевать. Единственное, что его интересовало, — это смерти боли умирающих, энергии которых он должен был восстановить свои силы. В одной из ночей настоящему Гурону приснился сон, в котором он гулял по цветущему весеннему саду, а на душе было спокойствие, о котором в реальности он мог лишь мечтать. Там же он встретил обворожительную красавицу, которая с ним флиртовала и задавала вопросы, интересуясь его жизнью. Гурон, ничего не скрывая, отвечал честно про себя и про паразита, который им руководил. Впервые он смог кому-то об этом рассказать, и сразу стало легче, как будто сбросил с плеч вещмешок, набитый камнями. Но их беседу прервали. Неожиданно появилось ощущение мерзости. Что-то очень неприятное появилось в этом маленьком кусочке красоты и умиротворения. Гурону было знакомо это чувство, а значит, рядом появился его мучитель. И только он об этом подумал, как сверху с дерева на девушку набросилась черная субстанция. Это нечто было похоже на сгусток смолы, которыми смазывают бочки. Или на кляксу, которая иногда остается после письма. Они сцепились с богиней в схватке. То, что эта девушка богиня сновидений, настоящий Гурон понял уже утром от частицы пожирателя, когда проснулся. Схватка была очень скоротечной. Богиня смогла как-то избавиться от этого слезняка, отбросив его в сторону. А когда тот прямо из своего тела создал щупальца и потянулся к ней, девушка просто исчезла, растаяв как туман. Сущность внутри Гурона была в бешенстве. Теперь бессмертные знали о скором пробуждении пожирателя жизни, а значит, была вероятность того, что они попытаются помешать его планам. Прошло чуть больше декады. Среди людей появились недовольные и начали высказывать претензии по поводу безрезультатного перекапывания леса. Тогда Гурон де Кос демонстративно, лишь прикосновением ладони, буквально заживо, испепелил самого крикливого. Демонстрация силы произвела нужный эффект, и роптания прекратились, по крайней мере, на какое-то время. А через несколько дней эфирная защита гробницы пала. Гурон почувствовал непреодолимое желание двигаться в ту сторону, где находилась сфера. И когда он туда прибежал, ему открылась картина руин древнего города, остатки которого смогли сохраниться лишь благодаря изоляции от внешнего мира. Помимо разрушенных почти до основания построек, в глаза бросалась растительность, вернее, ее цвет. Трава и листья небольших деревьев были ярко-желтого цвета. Флора, как и фауна этого обособленного мирка, развивалась в условиях недостатка солнечного света. Было много и других факторов, повлиявших на внутреннюю среду сферы. Но Гурону было плевать на эти мелочи, он чувствовал приближение хозяина. Многие люди, последовав за своим нанимателем, сейчас стояли рядом с ним. И разинув рты, были уверены, что удача улыбнулась им. Каждый себя уже мнил богатеем, вот только жить им оставалось не большей пары сотен ударов сердца. Из-за самой высокой, сохранившейся постройки в пару этажей, вылезло существо черного цвета. Это была увеличенная копия того грязного сгустка, который настоящий Гурон видел во сне. Но сейчас от тела этого монстра исходило множество жгутов, с помощью которых оно передвигалось. Если бы кто-нибудь из зрителей был тесно связан с морем, то он назвал бы этого монстра огромным осьминогом, но без каких-либо намеков на наличие головы. Вся толпа из двух десятков человек ощетинилась оружием, и каждый приготовился сражаться за возможность разграбления этой территории и своего безбедного будущего. Лишь Гурон, который сам являлся крупицей этого существа, радовался его появлению, как преданная собачонка восторгается в возвращении своего хозяина. Необычный для этого мира монстр не проявлял агрессии. Он переместился на открытую местность и замер. Всем показалось, что в воздухе завоняло какой-то мерзостью. Но это был не запах. Именно так пожиратель жизни выражал свой голод и жажду поглощения энергии смерти. Именно эти эмоции улавливал мозг людей. Вдруг от этого бесформенного куска грязи начали отделяться мелкие точки и зависать над ним в воздухе. Это было похоже на рой пчел, который вдруг резко сорвался с места и очень быстро рванул в сторону толпы. Гурон знал, что каждая подобная пчела — это частица сущности пожирателя жизни, и даже не шелохнулся, потому что бояться ему было нечего. Он сам был чем-то подобным. В голову каждого человека, который стоял рядом с Гуроном, через ушное отверстие проникла такая пчелка и брала разум под свой контроль. Вернее, пробуждала звериную агрессию, которая от природы была в каждом разумном без исключения. Остальной рой в поиске жертв полетел дальше. Люди безо всяких причин начали нападать друг на друга и убивать, как дикие звери. Не обращая внимания на уже полученные колотые раны и арбалетные болты в теле, они рвали плоть ногтями и зубами. Чуть дальше в лагере началось аналогичное безумие, которым наслаждался Гурон и сам пожиратель жизни. Даже на расстоянии они получали эманации боли и смерти, хотя Гурону доставалось лишь малое толико этой волны. Большую часть, причем до капли, поглощал сам Атономакр. После выполнения своей функции, каждая частичка возвращалась к своему хозяину. Но те пчелки, которым не достался носитель человеческой расы, в ближайшие местности искали жертву среди животных. И также провоцировали их на агрессию. А если животное не могло найти противника, с которым можно сразиться насмерть, оно с пеной у рта разбивало себе голову о ближайшее дерево или камень. Когда все закончилось и вернулись все посланные пожирателем маленькие убийцы, его истинное тело начало меняться. Щупальца втянулись, а бесформенная черная масса начала приобретать человеческие очертания. И через десяток ударов сердца в сторону Гурона уверенным шагом направился крепкий мужчина. Если не сканировать ауру, то для обычного обывателя на вид это был типичный представитель человеческой расы среднего возраста, с короткими волосами темного цвета и с жилистым торсом, но без бугристых мышц атлета. Сущность пожирателя, контролирующая Гурона, знала, что ее хозяин очень не любил принимать оболочку смертных разумных, которая очень ограничивала возможности тела, особенно в бою. Но это была вынужденная мера, чтобы не выделяться из толпы коренных аборигенов того или иного мира. Совершенно не смущаясь ноготы, Атона Макар подошел к Гурону и посмотрел в глаза. Лицо мужчины, чью личину по памяти выбрал пожиратель, было настолько типичным, что, увидев рас, любой прохожий его тут же забывал. Но его выдавал взгляд, от которого сейчас даже им же порожденной сущности в Гуроне стало жутко. Положив ладонь на его голову, Атона Макар закрыл глаза и начал считывать память, анализируя полученную информацию. В течение всего процесса, который длился довольно долго, Гурон пытался не шевелиться и даже дышать как можно тише. А когда бессмертный убрал свою руку, его слугу скрутила боль. Она раздирала как настоящего Гурона, так и сущность в нем. Их общее тело корчилось на земле в судорогах, не издавая ни звука. Когда боль отпустила, Гурон услышал голос своего хозяина. — Ты должен был привезти сюда десятки тысяч разумных, но ты не справился. Помимо этого, ты позволил бессмертному знать о моем пробуждении. Смертей этих людишек мне мало. — Я ослаблен по твоей вине и не готов к встрече с другими богами. Но тебя я сейчас не убью. Твое время еще придет, и на легкую смерть не рассчитывай. Ты мне еще послужишь. Жди меня в этом лагере. Я скоро вернусь и утоплю этот мир в боли. А потом уничтожу эту планету, чтобы она больше не напоминала мне о моих ошибках. Хейко. Вот что вы